Три дня без холодной воды. Жители микрорайона Крутые Ключи оказались в непростой ситуации, при этом оставаясь в неведении, по каким причинам было отключение. Выяснилось, труба дважды рвалась, о чем подрядчики не сообщили в районную администрацию. Теперь оценку их действиям даст прокуратура. Об этом главе Самары рассказали на еженедельном совещании. Такая ситуация недопустима, подчеркивает Елена Лапушкина. Люди должны знать о причинах аварии и, главное, о сроках ее устранения. Самое главное, чтобы это не повторялось. Мы выстраиваем отношения, опять как это аварийное отключение, опять все забывают о своих обязанностях и опять мы вот потом долго-долго разбираемся, объясняемся с людьми. На будущее, если у нас есть достаточно серьезное отключение, это надо в любом случае каким-то образом оповещать людей. Еще одной темой рабочего совещания стало развитие дополнительного школьного образования. Сейчас в Самаре более 9 тысяч детей занимаются творчеством в 26 школах искусств. Нужны еще 12. Открыть их позволит национальный проект «Культура». Для одной из школ уже присмотрели здание – бывший кинотеатр «Юность». Во всех новых микрорайонах Самары тоже пока отсутствует школа искусств. Эту проблему планируют решить, арендуя помещение. Недавний успешный пример в «Крутых ключах». Там учебные классы открыли на первом этаже жилого дома. Безусловно, мы понимаем, что у застройщиков территории есть помещения, которые, еще раз повторюсь, могут быть сданы в аренду, либо использована та модель, которая была применена на открытии школы в «Крутых ключах». На рабочем совещании обсудили подготовку к параду памяти, который состоится на площади Куйбышева 7 ноября. К этому дню установят две гостевые трибуны, ограждения и входные металлодетекторы, биотуалеты и дополнительные мусорные контейнеры. Для ветеранов Великой Отечественной войны, а их будет не меньше трех сотен, будет организован транспорт, экскурсия по музейной экспозиции, посвященной параду, а также бесплатный горячий чай на площади. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.